Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Недавно у нас был прямой эфир из США, из города Батон-Руш, с Павлом Савастьяновым, политическим иммигрантом, религиозным иммигрантом, который вместе со своей семьей перебрался в США, совершил прохождение границы, он рассказывал, посмотрите эти видео, там вначале есть небольшие проблемы со звуком, но мы постараемся в следующих эфирах все исправить. После этого видео поступили разные комментарии, разные вопросы от таких обычных, прозаичных, что типа люди бегут за пайкой хлеба, за сытной жизнью, за всем остальным, люди тоже имеют на это право. Мы говорили с Павлом, он рассказывает, что бегут очень много неверующих людей наравне с верующими, и им также приходится доказывать причины своего бегства из современной нашей страны, из нашей России. Но, во-первых, что мы узнали? Я давно уже хотел с вами поговорить на эту тему и сделать такую, может быть, заготовку, что ли, для членов Церкви Слова Жизни города Москва, который вот наряду как с семьей одного из пасторов Алексея Романова, его дети убежали в США, такую памятку о том, вы посмотрите видео, конечно же, и Павла Севастьянова, и поймете, почему это необходимо знать, что вас ожидает, какие трудности, какие проблемы, чему можно верить в интернете, чему нельзя. Но, во-первых, если вы все-таки решились, вы подвергаетесь гонениям в этой церкви в Москве, или вам нужно будет доказывать тогда уже, или придется доказывать на территории США, что вы бежите по политическим или религиозным мотивам. Это две причины, согласно международной конвенции, которую подписали США и многие другие страны на Западе, по которой принимают наших эмигрантов или беженцев из России и дают им убежище и статус политических и религиозных деятелей. Вам нужна будет очень хорошая и правдивая история, правдивая легенда, чтобы все это обосновать или это все доказать. Иначе вам придется много лгать, обманывать и выдумывать всякие истории, о якобы гонениях, которым подвергается церковь слова жизни города Москвы или союз РосХВЕ. Все это неправда, вы знаете, что руководство этой церкви, как руководство РосХВЕ, это ни для кого не секрет, они последовательно, четко поддерживают линию нашего руководства, нашей страны, нашего президента, поэтому никаких гонений в отношении этих структур нет. Но все равно те, кто уже сбежали, а из слова жизни, я по собственному опыту могу сказать, бегут очень много, очень много бегут. Переехали кто-то в Астралию из лидерского состава, кто-то уехал в Германию, кто-то уже несколько человек уехали в США, и все они должны предоставить какое-то действительно обоснование того, что их гонят здесь. Но, во-первых, если вы избрали путь через Мексику, как Павел рассказывал, то вы должны быть готовы ко всем трудностям, неприятностям, сложностям, которые могут случиться с вами на этом пути, с вашей семьей, с вашими детьми. Я уже не только от Павла слышал, от пастырей, наших русскоязычных пастырей там в США, которые сейчас начали даже специальное служение для неверующих, тех, кто пересекает границ США, они начинают служить этим людям, проповедовать Евангелие этим людям, и многие из них, пережившие вот этот колоссальный стресс, колоссальную депрессию, в которую они впадают в течение месяца или двух, кто как, пытаясь пересечь границу. Там много трудностей связано, прежде всего, с тем, как попасть в саму Мексику, но со слов тех, кто уже проходил этот путь, они говорят, что это не так все сложно, надо просто честно отвечать на вопросы, которые в двух каких-то анкетах нужно заполнить, достаточно честно, чтобы вам поверили, чтобы вы легально оказались на территории Мексики. Хотя сейчас наплыв не только с Южной Америки эмигрантов, которых нам показывают часто, наплыв из эмигрантов из стран бывшего Советского Союза, я знаю, что бегут из Грузии, бегут очень много из России, очень много, со слов очевидцев, бегут из Армении, и также бегут некоторые из Украины еще, также вот таким же путем. По прибытию в Мексике вас ожидают свои трудности, прежде всего гуляют слухи, что лучше всего переходить границу в штатах, где у власти стоят демократы, не республиканцы, хотя это тоже спорный вопрос, граница длинная, кое-где уже стена Трампа стоит, Павел показывал нам фотографии, как это все выглядит, вот вам нужно выбрать город ближайший к этой границе, к переходу к этим населенным пунктам, есть два способа перехода, пеший, там когда везут, вот койота они называются, те, кто вас сопровождает, кому вы платите деньги, кто выкачивает из вас все до копейки, они могут вас и подставить, могут продать в рабство. Я слышал истории нескольких человек, которые попали на территорию США уже без почки, потому что пришлось оплатить все эти услуги, вот сдав свои органы, вот, и много страшных историй об изнасилованиях, о пропажах, об убийствах, о тюрьмах, которые ожидают еще на территории Мексики. Вы можете попасть в полицию, можете попасть в мексиканскую тюрьму, в любом случае весь этот бизнес настроен на то, чтобы вас обобрать до нитки. Но все же, если вы решились на этот путь, и вы решились переходить границу не в Техасе, не в Аризоне, а в Калифорнии, то посмотрите еще раз видео, Павел говорит, какие переходные пункты, из какого города, сколько стоит машина, чтобы купить ее, чтобы проехать и доехать до границы, чтобы пересечь на законных основаниях, издаться американским властям и попасть в первую тюрьму, в которой содержат вновь прибывших. Павел рассказывал об одной из тюрьм, это подземная тюрьма, прямо на границе. Нормы существенно, существенно, из-за наплыва, из-за гигантского наплыва беженцев и эмигрантов, которые хотят попасть в США, в том числе из России. Вот эта небольшая тюрьма, вот в одном переходе, переходном пункте, вот этом рассчитана на 300 человек, как по словам Павла Савасьянова, там, когда он находился, там 600 и более человек находилось. Вы понимаете, да, насколько переполнены камеры, насколько переполнено все. А люди спят на холодном полу, им дают небольшие такие мацеллофановые, даже покрывалами или одеялами это не назовешь, с небольшой такой светоотражающей пленкой, но якобы она должна как-то согревать тех, кто решил изменить свою жизнь, свою судьбу и навсегда покинуть Россию или другие страны бывшего Советского Союза. После этого, а там одни условия для тех, кто пересекает границу с семьей, но если у вас дети старше 21 года, то они идут уже старше 18 лет. Многих обманывают в интернете, говорят о 21 годе, но если они старше 18 лет, то все, они попадают как отдельные граждане, как уже отдельные, так сказать, личности, на них заводится свой рекорд, свой номер присваивается, дело, по которому потом все, если вы пройдете все, так сказать, первоначальные испытания, вас не депортируют с первой тюрьмы с границы, тогда ваше дело попадет в суд, суды переполнены, тоже придется ожидать очень много времени, разные законы включаются, антиковидные, противоковидные и всякие-всякие, поэтому тоже будьте к этому готовы, что вашу семью разлучат, вашу жену разлучат. Вот после этого эфира у нас состоялся ночью, потому что в США минус 9, вот с тем штатом, с которым мы разговаривали, где Павел находился, вот, поздно ночью он набрал меня и написал, что слава Богу, мне сообщили, что жену с дочерью отпустят сегодня, то есть вот на следующий день после нашего эфира должны были отпустить, мы узнаем, конечно, у Павла отпустили жену с дочерью уже из последней тюрьмы, из детеншена, так называемого, которого находится, куда их переправили в штате Техас. Вот, что следующее, после первой тюрьмы, где ужасные, ну, ужасные, может быть, по американским меркам, что интересно, да, многие американцы не хотят уже об этом знать и слышать даже, и многие не знают, в каких условиях находятся люди, вполне нормальные люди, люди, которые, часть из них бежит по политическим мотивам, часть по религиозным мотивам, вот, кто-то просто обманывает правительство, да, выдумывают истории на ходу, очень много таких, вот, с кем Павел общался, разговаривал, просто что ни придумываем, что мы нибудь придумываем, расскажем что-то, ну, вот, просто люди устали уже от нищеты, от бедности, от чего-то продают все свое последнее, теряют большинство на границе и стараются перебраться в США, чтобы, вот, получить заветное какое-то удостоверение там или карту личности иммигранта. После первой тюрьмы Павел рассказал, как их, как заключенных, ходили в синюю, не в оранжевую, как уголовников, одежду, надели цепи, вот такие же кандалы на руки, надели кандалы на ноги, как вы видите во многих американских фильмах, когда перевозят заключенных, точно так же из первой тюрьмы перевозят всех заключенных, мужчин, женщин, будьте готовы к этому. Упрощенный порядок только для семей, у которых есть дети до 18 лет. Вот это очень важно понимать, чтобы вы все понимали. Если вы решили бежать отсюда, неважно, из слова жизни города Москвы, или из других церквей, или вообще из союза РосХВЕ. Кстати, как мне сегодня напомнили кто-то из наших сотрудников, что у многих членов Воздуховного совета и с правления РосХВЕ уже семьи или часть семьи перебрались в США, вот такой у нас российский патриотизм. Лизать и облизывать кого-то на камеру, доказывать, бить себе в грудь, что любят, и потихонечку-потихонечку стараться переправить родных, своих жен туда, в США, где жизнь намного легче, намного проще, как по свидетельству очевидца. Поэтому я рассказываю вам и даю вот такую небольшую, может быть, пошаговую инструкцию. После этой тюрьмы вас одевают в эти кандалы, руки пристегнуты к поясу, все как в кино. Если вы любите американские фильмы, сериалы, то просмотрите до этого, поймите, в чем вы будете. Ничего не говорят, куда вас отправляют, потому что Калифорния переполнена, суды переполнены, и вас начнут отправлять в те самые республиканские штаты, в ту же Аризону, в тот же Техас, в ту же Луизиану или Миссисипи. В тюрьмы, это уже второй вид тюрем, который называется детеншн. Там более хорошие, более лояльные такие уже, ну, со слов очевидцев, это больше похоже на пионерский лагерь, три раза медицинский осмотр, питание хорошее на выбор, и все-все-все остальное. Но есть там страшный момент, который они называют, это вот разговор с офицером. С офицером, я думаю, это служба у них пограничная, в нашем понимании, у них нет пограничной службы, у них она называется, по-моему, Home Security, по-моему, так служба называется. Ну, наша пограничная служба, вы должны будете доказать и рассказать, каким гонением вы преследовались, представить что-то, почему вы решили бежать из России, из нашей замечательной России, настоящего и будущего, вот, почему вы решили бежать всей семьей, каким видом гонений вы подвергались. Возможно, вам будут задавать вопросы, какие церкви там, ваши вероисповедания, и, возможно, ваши политические убеждения. Вот, как в случае с Павлом, он и политический, и религиозный деятель. Вот, и ему пришлось совершить вот эту, как бы мы сегодня сказали, аллию, возвращение на землю обиду, в новый свет, знаете, это похоже на новую какую-то волну, последняя волна была в 80-х, в конце, в 90-х, когда были пророчества у баптистов, у пятидесятников, у харизматов, у харизматов тогда еще не было, конечно, много, вот, о том, что Бог открыл дверь Советского Союза на короткое время, и многие, очень многие, тогда уехали, сотни тысяч со всего Советского Союза, уезжали целыми с церквями, и сегодня в США, в крупных городах, есть там первая, там, баптистская церковь Такого-то города первая баптистская, там, или Пейсиатинская церковь, такого-то вторая, там, Много-много-много. Сотни тысяч уехали. Некоторые, очень малое число, буквально единицы, потом возвратились. Дети, конечно, не возвращаются уже, они не понимают. Многие, конечно, ностальгируют. Очень много разговоров идет о пятой колонии Путина, которая ностальгирует сегодня и говорят, как хорошо жилось. Забыли все трудности, забыли тюрьмы, забыли гонения на веру, что тоже было. Но и подвергаются некоторому обольщению даже, что сейчас Россия изменилась. Но вот сегодняшние дни, последний год говорит об обратном. Другого пути попасть в США нет, как только через Мексику. Визу нереально почти получить нигде, ни в одной стране. В России закрыты посольства и консульства. И, наверное, визы выдаются только по какому-то специальному приглашению от каких-то государственных органов США. Но судя по тому, как накаляется сейчас обстановка между нашими странами, мы должны понимать, что поток беженцев из России будет только возрастать. К сожалению. И к моему большому сожалению, что очень много верующих бежит. Но над всем Богом. Везде рука Божия. Наше Отечество на небесах. Мы не должны держаться за наше земное Отечество. Мы должны следовать Божьему плану. Но единственное, мы должны оставаться христианами. Мы должны оставаться честными людьми. Насколько я понимаю, семьи молодежного пастора Романова, Алексея, его дети, они пошли на сделку с дьяволом. Это мои предположения. Я не хочу никого обвинять. Скорее всего, им придется лгать и рассказывать о тех гонениях, о тех преследованиях, которыми они подвергались здесь, в Москве. Иначе никакого варианта остаться в США нет. Их просто депортируют, потому что они не подходят под беженцев. Мы постараемся связаться с США, найти дело детей Романовых, посмотреть, кто адвокат, в каком суде будет слушаться дело. Потому что в Сакраменто и в других городах Калифорнии у нас есть много друзей, которые, я надеюсь, нам помогут, дадут какие-то контакты, чтобы выйти и расспросить, каким путем эти граждане Российской Федерации бежали. Они уже сейчас там на территории США, уже, наверное, готовятся к своим судебным процессам, подбирают, наверное, что-то. Но я не знаю, что можно подобрать на слово жизни в Москве. На то, что у них постоянно на богослужениях с алтаря, скажем так, или со сцены по их словам проповедуют, или говорят чиновники московской мэрии или государственные чиновники, приходят на разные празднования, выступают с приветственными словами. Никаких гонений там не замечено. Ну, во-первых, по политическим мотивам. Потому что церковь настолько лояльна, что выдавливают всех несогласных, выгоняют. Может быть, это случилось. Может быть, я в комментариях увидел тоже с семьей Романова. Может быть, Алексей давно критикует. Это очень творческий, очень деятельный служитель, который сам, кстати, попадал в такое же заблуждение. Он критиковал также тех, кто уезжал, кто уезжал в Австралию, кто уезжал в Германию, кого выдавливала эта система, эта старая система, эсэсовская система правления в слово жизни города Москвы. И сегодня он сам, наверное, оказался под колесами этого катка. Его много критиковали за его день рождения в 40-летие, за те подарки, которые ему сделали. Кстати, недавно вы видели, как сильно критиковали епископа Павла Ренвича за то, что ему подарили мотоцикл. Но все забыли, и никто не критиковал, что такой же и более дорогой, наверное, мотоцикл до этого подарили. И много других подарков российскому президенту церквей Веры Мацуллу, Мацулле Исхаэлю. Также дарили дорогостоящие подарки. И Алексею Романову на 40-летие подарили автомобиль, он попросил его. Вот, возможно, здесь кроется причина гонений в зависти, в тем, что кого-то ценят, кого-то любят. Вот, возможно, в этом. Возможно, в том, что кто-то один, ну, знаете, как говорят, есть одна звезда по имени Солнца. Может быть, и там руководство слова жизни должна быть только одна звезда, которая дарит все подарки. И, кстати, мы еще не знаем, будучи гражданином Норвегии, декларирует ли он эти подарки, все эти конвертики, которые получает по поездкам по российским церквям. Это тоже большой открытый вопрос, который сегодня не займет время. Что еще нужно сказать по переселению после того, как вы окажетесь вот в этой тюрьме, второй детеншн называется она, вот, скорее всего, у вас не будет спонсоров из граждан США, которые готовы поручиться за вас, внести залоговые там какие-то финансы. Это может быть сумма от полутора до трех тысяч долларов человека, деньги, которые подвиснут на несколько лет, потому что это будут люди, которые отвечают вас перед правительством США за вас, за вашу семью, за ваших детей. Вот, поэтому вам придется надеяться на свои собственные силы. Все-таки, если вы решились на этот путь, то прежде всего молитесь. Молитесь, чтобы это действительно была воля Божия для вас, для вашей семьи. Говорят, есть другие пути. Это Германия, это страны бывшего восточного блока. Люди переезжают, кто-то переезжает в Черногорию, кто-то через Сербию ищет каких-то путей, кто-то через другие, Венгрию, другие страны. Вот, есть свои подводные камни, о которых, может быть, мы тоже в будущих эфирах будем говорить. Вот, на сегодня я, наверное, буду закругляться. Еще раз напомню, если вы решили, если вы бежать из города Москвы, из церкви слова жизни города Москвы или из союза РосХВЕ, бежать в США, совершить политическое бегство по политическим мотивам или религиозным, то, может быть, уйдите из этой церкви, уйдите из церкви РосХВЕ, найдите, действительно, гони мою церковь, побудьте там, чтобы вам дали какое-то подтверждение. Церкви, которые, действительно, гонят уже на протяжении многих-многих лет, например, наша Калужская церковь уже 22 года под серьезнейшим, под колоссальным давлением со стороны властей, городских, областных властей и религиозных властей, тьмы века сего, прежде всего, представителей церквей веры и союза РосХВЕ. Будьте благословены, с вами был я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Храни вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok